Дорогие отцы, священнослужители, братья и сестры, я вас поздравляю с воскресением Христовым. Сегодня мы слышали окончание евангельского повествования, благовестия о Господе нашем Иисусе Христе из уст апостола и евангелиста Луки. И мы слышали о том, как Христос вошел в Сионскую горницу, и там дал увериться своим ученикам, что Он воскрес из мертвых. И добавил, что так и надо было пострадать Господу нашему, быть пропиту, погибнуть, умереть и воскреснуть, чтобы мы имели жизнь вечную. И эти слова Он повторяет буквально сразу после того события, как на Медне Он явился ученикам Своим Луке и Клеопе, которые убегали из Иерусалима в Имаус. Сразу после этого повествования мы читаем, собственно, слова о воскресении Христовом и о Его вознесении. Именно этим заканчивается Евангелие от Луки. И вот повторение этих слов, что так и написано было в законе Моисееве, во пророцах и во псалмах, то есть в корпусе трех важнейших разделов ветхозаветных книг. Это было пяток книжей Моисеева, это учительные книги и это пророческие книги. В этих всех книгах были пророчества и указания на Спасителя мира, который в свое время, как и написано было у пророка Даниила, после всех тех седмин Данииловых пришел и ради нашего спасения пострадал, был убит, но воскрес. И взирая на это утверждение Господа о том, что все было именно так задумано, конечно, ученики были в страхе и трепете, потому что они в контексте своей земной жизни ничего подобного представить не могли. Они были поражены. Предыдущие дни, в которые Господа поймали, неправедно судили и потом распяли, эти все страшные события не могли уместиться в их разуме, потому что все шло к славе. Христос уже вошел в Иерусалим почти как царь и пророк, и вдруг через несколько дней он был осужден на позорную смерть. И это было для них концом всей надежды. Иссякла надежда наша. Так, можно сказать, говорили апостолы в эти страшные дни после страданий Господа и Его смерти. Но одно дело ум человеческий, а другое дело ум Божий. Вот Господь как раз и подчеркивает, что, может, в нашем человеческом измерении нам не все понятно и не все ясно, что происходит в этом мире и на земле, почему так зло действует на нас и так активно вооружается против людей через болезни, войны, неправедность и ложь, обман, корысть и через другие качества, которые заражают людей. Но если посмотреть на рыбу, которая живет в глубине морей, она и представления не имеет, что есть еще земля и небо. Если посмотреть на муравья, который всегда большую часть своей жизни двигается по земле, он и представления не имеет практически, кто такой человек или кто такие птицы и как они вообще могут летать по небу, которое для него всего несколько сантиметров от земли. И многое мы не можем представить, потому что так же, как и животный мир, ограничены. Ограничены и своими органами чувств, ограничены и своим знанием, потому что мы не все знаем о мире, о его истории, многое нам не дано уже узнать. Ограничены особенно в духовной жизни, где открывается то, что знают ангелы лишь тем, кто чистые сердцем. Поэтому апостолы, конечно, были удивлены и даже не могли сразу поверить. И еще им чудящимся, как звучит это в славянском языке, Господь показывает свои руки и ноги, протягивает, чтобы они дотронулись и осизали, и поняли, что он не дух, а воскрес, и просит дать ему рыбы и часть меда в сотах, чтобы он перед ними ел и еще раз доказал, что он именно их воскресший учитель. Вот так мы должны доверять Господу, что, может, сегодня нам еще не ясно, как и почему так происходит на земле. Но когда мы чуть-чуть проживем, чуть-чуть посмотрим на это со стороны, пройдем через испытания, которые выпали и на нашу долю, и тогда увидим, что правда торжествует, и Господь своим воскресением нам доказывает, что зло уже повержено, осталось всего немного времени, и воссияет справедливость и правда Божия, как на небе, так и на земле. А наше время доверять Господу и молиться, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Будем благодарить Господа, доверять Ему и помнить о том, что Он пожертвовал своей жизнью, чтобы мы воскресли от греха.